мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание здравствуйте дорогие друзья здравствуйте миллионеры миллиардеры владыки управляющие правящие сыны всемогущего бога вашего отца мы подходим к завершению нашей ночи соломона этого этого блока который мы называем гаваон вот сегодня завершающий урок и у нас начинается следующий блок следующий этап на называемый утро на престоле где мы будем уже погружаться в навыки в первые шаги в первые планы в первое видение в общем веселенькое время начинается вот но нам нужно пройти эту важную точку сегодня мы ответим на вопрос отцу чего ты хочешь это вопрос всем вопросам вселенский вопрос друзья мои и честно говоря я хочу вам сказать что вот это время утро на престоле это будет не один урок это будет несколько уроков и в течение вот этих уроков друзья мои вы будете формировать еще продолжать ответ на этот вопрос если вы даже не сможете сегодня это сделать у вас еще есть время у вас есть время вот этот блок утро на престоле когда вы сможете более-менее сконцентрироваться сформулировать и выдать все-таки этот крик чего ты хочешь сегодня мы поговорим за это почему я так говорю друзья потому что на самом деле я общаюсь с многими из вас мне очень много пишут в личку чатах задают вопросы я просто только и делаю что отвечаю на них и иногда конечно я когда слышу о начатках каких-то мечтаний планов наших пирожочков небесных я ну так немножко удивляюсь по отцовски озадачиваюсь даже тогда и хочется многих из вас отговорить просто от ну если честно наивных и даже где-то чуть-чуть нелепых желаний или правильно сказать мыслей почему потому что это мысли которые вот эти такое ощущение что как будто вы хотите понравиться богу чтобы ваше желание она понравилась богу и на самом деле я в таких случаях обычно шучу и говорю но это правильный ответ а теперь давай честный нужно друзья мои соломон не пытался понравиться богу он просто сказал крик издал своего сердца знаете он чувствовал эту несостоятельность он выкрикнул просто мы сегодня будем этот крик делать вы его будете еще делать я советую всем пройти именно ночь не знаю почему друзья мои я просто делюсь с вами тем как было у меня что у меня это была ночь я и по и сегодня перед тем как записывать этот урок я ходил на море на берег моря ночью молился за вас там я знаю что отец услышит ваше желание это точно он обещал мне обещал что никто абсолютно никто не останется не услышанным я не говорю какую-то новость я знаю что мы всегда говорим бог слышит тебя бог слышит тебя но я сегодня это говорю тебе вот лично тебе мой друг не не знаете просто всем друзья бог нас слышит не у нас все так какая разница мне что бог всех слышит мне сейчас нужно ощущение что он слышит лично меня и за этим ощущением я выходил молился ночью 10 лет 15 лет назад у меня ночей гаваона было несколько после каждой из них менялась моя жизнь и я подходил к этому очень серьезно вот и поэтому я верю что вы также подошли к этому серьезно поэтому план такой друзья мои сегодня мы совершим определенные вот этот посыл отцу созерцательное погружение сделаем да я скажу несколько пунктов которые важны и конечно же скажу свое отношение к правлению вот потому что утро на престоле начинается расскажу как сделать праздник вот но эти дни вот эту буквально неделю следующую после этого урока вы еще будете иметь возможность осмыслять это то есть не нужно не сама цель соблюсти форму что вот в одну ночь там мы называем этот период ночью соломон то есть он длинный это не просто пять минут я не хочу чтобы кто-то из вас такие вещи делал просто на ходу там в машине или там мы замытьем посуды скал бог ты знаешь а считая хочу править там не дай бог друзья мои потому что скажу забегая вперед скажу что когда лично мы в моей жизни это молитва она была настолько серьезная знаете я в те дни я просто понял простой секрет серьезность твоего крика дает тебе обратное ощущение что ты услышан это не такой момент друзья я его еще коснусь не такой момент что ну вот бог придет я ему скажу нет серьезность крика об иисусе сказано он своплем принес свою молитву и потому был услышан за свое благоговение то есть он это делал так чтобы быть услышанным молитва должна произноситься так чтобы прямо пошла как будто циркуляция внутри обратная связь все я услышан это не от бога зависит это не бог тебе на накидает ощущение о да да я слышу тебя мой сынок молодец нет это серьезность твоей трансляции то серьезность твоего голоса даст тебе обратную связь и поэтому мы приносили эти жертвы друзья мои потому что скажу вам о маленький секрет может вы его уже и знаете почему человек был создан чтобы искать бога не услышит ли не ощутит ли потому что человек в состоянии поиска внимание состояние поиска вот это как вай-фай мы ищем да он состоянии поиска он открыт к принятию когда человек ищет он сфокусирован ну подумайте человек который просто ходит по комнате он может многое не замечать но человек который ищет что-то в комнате он находит тот кто не ищет в комнате он и не находит он даже не замечает из поиск дает фокусировку и поэтому люди во все времена применяли разные способы ввести себя в состоянии поиска и жертва это просто одно из этого когда я приносил жертву друзья моя не знал всего того что знаю сейчас но я хотел чтобы это знать жертвы как заставила меня проснуться знаешь когда там например я так мыслил думаю ну если я сейчас дам там 5 баксов я даже не замечу 10 тоже этого я думаю какая сумма заставит меня реально вздрогнуть и пробудиться просто прийти в себя вот реально я сам себе и обозначил не бог не говорил ну по сути это это и выглядит так как одну дух тебя направлял и поэтому я сделал все что привести себя во взбудораженное состояние через жертву потом я пошел молиться это была ночь я потом писал список я показывал его богу и горит если даже ты все вот что я написал все что у меня есть если ты меня отнимешь это или просто все это разрушится я все равно буду служить тебе потому что у меня по сути никого нет вы видите какие страстные слова я произношу молитвы я говорю отец у меня никого нет кроме тебя ты все что у меня есть твои твои лицо сияет и это моя радость твоя сила веселит меня я постоянно говорю такие радикальные слова это сегодня хотел вам об этом сказать это вот это и есть этот крик это слова клятвы потому что клятва она связывает человека что это значит она его погру ну как вводит в состояние где он ему деваться некуда и я любитель сжигать мосты я любитель молитв таких клятвенных потому что они приводят в движение все мое существо я связываю себя я отрезаю пути назад я постоянно нахожусь в состоянии хождения по воде вот там совершаются чудеса вот в этом это поле сверхъестественного и поэтому это один из моих секретов я сегодня вас буду ему учить мы говорили друзья мои все эти дни все эти уроки вы они еще будут вашем доступе вы можете раз за разом если вы почувствовали что вы с этой ночи не все взяли еще раз пройдите еще раз делайте какие-то вещи добейтесь от себя состояния максимальной открытости максимально знаете как бы чтобы когда отец на ваших на вашем нейродизайне будет прописывать новое имя когда вам будет как это будет выглядеть вдруг вам начнет более и более становиться понятным кто вы не не только в плане что я сын и этим все сказано а что такое сын поэтому павел он молился об этом состоянии он говорит дух премудрости и откровения пусть бы он показал вам надежду призвания и призван окей избран окей а в чем здесь надежда вот ты избран и что дальше надежда призвания это вот звучит так я избран а дальше что на что мне исходя из этого можно надеяться поэтому дальше за наследие за могущество горит а что тут моего а чем я оперирую и друзьям и это не приходит просто одну у тебя теперь вся сила за это премудрость отвечает поэтому это я сейчас транслирую друзья мои чтобы ваше состояние оно было со состоянием поиска в эту ночь если ты не добился от себя этого состояния ну это плохо если честно это плохо тебе нужно еще раз пройти голову он еще раз еще раз и не спеши я еще раз говорю это будет в доступе я знаю что некоторые смотрят по 5 по 10 раз один урок и вот такие слушатели этого просто вы молодцы и так у нас я чуть-чуть по пунктам напомню что мы положили внутрь себя за это за это время мы положили истину об избрании мы увидели что мое преуспевание это не вопрос какой-то эйфории когда у меня все есть это знамение узнаете как силой знамений и чудес внимание силой знамений и чудес сила знамений и чудес это та сила которой отец покоряет себе все помните фразы из писания который горит силой которую он покоряет себе все а что это за сила сила знамений и чудес во все времена сила знамений и чудес покоряла массы народа богу и он говорит твое избрание это не просто это даже не просто твое личное удобство в котором тебе хорошо жить твое избрание это знамя для всей земли ты процветающим станешь потому что он хочет поднять знамя и сказать не поклоняйтесь вавилону есть мой сын и показать на тебя сказать смотрите берите с него пример вот так делается сыну моему которого я избрал халилюя круто правда второе мы говорили за долги и причины говорили за этих духов которые ну назовем их духами да по именам там его вы семей все вот эти до духи которые делают правление неустойчивым сеют в тебя сомнения неправильной трансляции мы отказались от этого все эти принципы друзья это даже не просто принципы послушайте меня это законы животворящего духа хочешь чтобы сила животворящего духа что это за сила это сила которая животворит приводит в процветание все в твоей жизни если ты хочешь чтобы в твоем правлении проявлялась эта сила оживление сила процветания сила вот этого да нужно устранить все что сбивает тебя с позиции престола мы говорили об этом из-за этого образуются долги ощущение несостоятельности и толкает тебя на одалживание не одалживай до ощущение не состоятельности толкает тебя что-то там у кого-то просить не проси ощущение несостоятельности она аж заставляет тебя открывать свою нужду перед всеми дорогие братья сестры, у меня такая нужда, помолитесь, мне нужно 10 тысяч российских рублей. Я верю, что есть тот человек, который, если узнает мою карточку, я укажу ее ниже, он обязательно откликнется, Господь положит на сердце. И ты читаешь иногда такой, думаешь, что ты делаешь? Это слив власти полнейших, что ты творишь? Манна сокровенная, никто не должен знать, как обеспечивает тебя Бог. Это не значит, что никто не увидит твоего процветания. Это значит, что момент твоего, если так можно сказать, обогащения, это тайна. Это тайна. Никто не знал, как падает манна с неба, никто не знал, как она падает, но она падала. Никто не знал, почему на евреев, но она падала на них. Никто не знал, как они выжили в пустыне, но они выжили в пустыне 40 лет. Это была тайна. Тайна, друзья мои, в моей жизни, как я делаю бесплатные курсы, процветаю и развиваюсь. Это тайна, которую однажды открыл мне Бог, и я ее открываю вам, уже сливаю, как только могу. Но это происходит. И вот это долги. Долги, причины, все, мы это устраняем. Эти принципы используйте постоянно. Пользуйтесь ими. Это не просто та тема, которую мы в ГВО не прошли, оставили и все теперь. Нет. Это законы животворящего духа. Следующий закон животворящего духа. Значит, первое, избрание. Второе. Долги образуются из... Помните, да? Долги образуются из-за того, что раньше кто-то повлиял на твое управление. Долги – это признак того, что тобой управляли. Запомни, долги – это признак того, что тобой управляли. Неправильные священники, семьи, оскорбители и прочая дрянь. Гордость – все. Вот это все означает, что тобой управляли. Хочешь, чтобы не было долгов – не давай собой править. Ты должен править. Доминируй. Наступай и побеждай. Третье. Закон животворящего духа в процветании. Сложные ситуации – это моя сила проявить авторитет и славу. Поэтому сложных ситуаций мы больше не боимся. Мы действуем, как Яков сказал, с великой радостью. О-о-о-о! Воспринимайте, когда пришли какие-то искушения. Знаете, звучит религиозно, но на выходе что? Он говорит, когда приходит искушение, вот как к Соломону пришли две девицы, ну не девица, а понятно, кто пришел. Они пришли, и по сути он – искушение, что делать? А все смотрят, ну ты же царь. То есть такое серьезное дело. Это когда ты не можешь, по идее, решить, а все смотрят, что ты решишь. Это касается финансов. И эти ситуации – это твоя слава. Если ты понял этот пример, меч Соломона. Меч Соломона заключается вот в чем. В развлечении. Все говорят, это проблема. А ты различаешь. Это моя слава. Вот тут, вот теперь-то все увидят и убоятся Господа и Царя. Поэтому принцип животворящего духа. Напоминаю вам, проблемы – это моя слава. И скажу вам, друзья, если по правде, написано, что Иисус открылся Сыном Божьим в силе, восполняя нужды других людей. Одна из пунктов, как открывается Сын Божий в силе. Решая проблемы других людей. Он буквально любил. Он говорит, что мы дадим им есть. Все такие, о, 200 динариев не хватит. Он говорит, так что, еды нет? То есть он даже не просто эту проблему заметил. Он ее как еще дразнил. Так что, еды нет, да? Вот ты так должен делать. Появились у тебя какие-то проблемы, какие-то кредиторы. И ты такой вслух говоришь, что мы отдадим им? У нас же нет денег. Подошла к мужу и говоришь, денег нет? Он такой, денег нет. Ты такой, денег нет. Как мы дадим им? Вот понимаете, вот так нужно относиться к этим ситуациям. И кто-то скажет, ну он там взял и наломал, а я что сделаю? Если у тебя даже не хватает смелости дразнить, ты не выйдешь на территорию сверхъестественного. Вы помните. Что делал Иисус? По сути, он зажимал ситуацию так, что только чудо могло спасти его репутацию. Вот если бы он не наломал хлеба, они бы смотрели на него, говорят, ну что ты тут пургу гнал вообще? Что ты пургу гнал? Хлеба нет. Что ты вот эти вопросы тут задаешь? Что ты мужа дразнишь? И вот это чудо, только чудо, он оставил, буквально сделал так, что только чудо могло спасти его, если так можно сказать, репутацию, царя, сына Божьего. То есть они все смотрели на него. И он это сделал. То есть проблема – это слава. Все, этот принцип – это закон жизни, закон животворящего духа для правителя. И Соломон сел, его утро на престоле началось именно с этого. Как только он проснулся, написано, и пришли к нему две эти женщины. То есть он буквально, там вот, следующий стих, даже не написано, что было какое-то время между этими событиями. Только он закончил это вот с отцом, тут же пришли эти девицы, ну, женщины. Поэтому любим рисковать, друзья мои, кто хочет иметь дело с деньгами, вы должны уметь прямо кайфовать от риска. Потому что деньги, они все время будут периодически пытаться привести тебя в состояние напряжения. Если ты не любишь рисковать, оно тебя просто замучает. Тебе надо уметь рисковать, тебе надо уметь кайфовать от этого, ввязываться, знаешь, все время с таким риском потери. Потому что кто-то, ну, Соломон, конечно, проснулся таким мудреньким, быстренько женщина рассудила. Ты тоже мудренький, а тебе говорится, что у тебя ум Христов. Почему же ты не рискуешь, как Соломон? О, ну я точно не знаю. Так и Соломон точно не знал. Он просто понимал, что надо тут что-то сделать, такое подставиться и как бы верить в то, что ты уже мудрый. Итак, от риска азартно кайфуем. Скажи, риск – это вообще мое восхищение жизни. Я люблю так делать, сподставляться, свою репутацию. Ну, посмотрим, или я царь, или я не царь. Ну, вообще я царь. Амэн. Следующий закон животворящего духа. Помазание – главная прибыль. Когда еще нету денег, когда еще даже нету денег, помазание – это тот ресурс, та прибыль, которую ты можешь ощущать прямо сейчас. Говорю вам, друзья мои, помазание – это действительно прибыль. Помазание сделает все, поэтому питайся помазанием, переживай все время помазание. У кого сердце весело, у того что – уже всегда пир. Глаза видят от помазания, как от меда прозревают Иоаннафана. Мы знаем эти примеры, не будем возвращаться. Так что скажи со мной сегодня этот закон животворящего духа – помазание. Я помазан быть Богом. Я помазан в Иисуса, на Царство. Халлилюя. И пятый пункт, который мы рассматривали – все сверхъестественно. Все время себе говори – все сверхъестественно. Это принцип, который должен изменить вот этот закон животворящего духа, видеть Божью силу и вечную силу и божество во всем творении, за ним прямо. То есть, как мы говорили, сверхъестественное – буквально видеть во всем. Это изменяет сразу мозг и срабатывает принцип – что было, то и будет. Если для тебя видимое сейчас это сверхъестественное, то и то, что ты увидишь дальше, будет сверхъестественным. Если то, что ты видишь сейчас для тебя ерунда, ерунда будет проявляться и дальше. Поэтому лучше увидеть в том, что кажется сверхъестественным, его начало – сверхъестественное. И тогда это даст тебе возможность увидеть конец, какой ты хочешь, сверхъестественным. Вот этот принцип животворящего духа и вот эти пять пунктов. Избрание, причины долгов, сложные ситуации – моя слава, помазание и все сверхъестественно. Скажи, все сверхъестественно. Вот это то, что главное, оказывается, вы уже усвоили в эту гаваонскую прекрасную ночь. Теперь же, друзья мои, напоминаю, что торжество и сокровенная мана – состояние прибыли, твоя тайна с Богом. Это твоя финансовая жизнь. Никто не знает, как у тебя маночка появляется. Никто, 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 никто. Никогда никому не говори за свои нужные. Никогда. За финансовые. Вообще не говори. Я имею в виду, не говори с тем, чтобы малейший намек сделать, что тебя Бог не обеспечивает. Чувствую, что я должен еще это сказать. Меня иногда спрашивают, мои дети попали в опасную ситуацию. Как за них молиться? Первое, что я обычно говорю – только не просите Бога защитить ваших детей. Люди иногда удивляются, как не просить, а кто их защитит? И я у них спрашиваю, а кто их вообще защищает? Когда вы просите Бога, друзья мои, защитить вас, это означает, что вы ему говорите, вот до этого момента ты меня не защищал, а теперь защити. Точно так с обеспечением. Иисус говорит, не заботьтесь, а если даже и просите, да знайте, что прежде прошения вашего знают все ваши нужды. Зачем просить? А вот открывать желание с благодарением – это нормально. Поэтому, когда вы, у вас, ну вы думаете, что у вас есть нужда, что вам что-то надо, никогда не просите у Бога, не просите у Отца за ваши нужды. Открывайте желание, ну вообще никто не должен знать. И ты мало того, что у тебя, ну знаешь, как я говорю, мало того, что у тебя с верой проблемы, что ты не веришь, что тебя Отец обеспечивает, ты идешь еще своим неверием позоришь Бога. Ну по сути, ты идешь, намекаешь кому-то, просишь у кого-то, и люди говорят, ну странно, вот Бог его не обеспечивает, Бог его не благословил. То есть думают ложь об Отце, и это на руку миру. Поэтому никто никогда не должен знать за твои нужды, и пускай это будет манна твоя. Иногда это чего-то стоит, но пусть это будет твоя манна. Итак, друзья мои, мы подходим к самому главному. Мы сегодня произнесем две молитвы. Одну из них мы произнесем сегодня, вторую, точнее, мы произнесем вот сейчас, практически сразу, вторую мы начнем произносить в конце урока, и я оставлю еще время, чтобы вы могли эту молитву произносить наедине с Отцом. В принципе, этот урок вы можете использовать неоднократно, еще молиться, 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 добиваться внутри себя этой точке, когда вы четко будете понимать, что Отец меня слышал. Это будет не знание, а познание. Амин. Итак, друзья мои, для чего, как мы говорим, все вот эти жертвы, все вот эти молитвы, для чего они нужны? Как я уже сказал, человек, находясь в состоянии поиска, наиболее готов принимать. в этот момент это просто закон, как мы говорим, животворящего духа, это состояние поиска. Как мы говорим, что Соломон уже был царем, он был помазанным царем, но он облегся в это состояние поиска для того, чтобы познать, для того, чтобы твердо внутри знать, что он услышан. Точно так, как Иисус, он, хотя и сын, и помазан, и все, но он вошел в состояние молитвы, этого вопля, чтобы осуществить свое призвание, свой исход, и ему нужно было понять, что отец его слышит, особенно в этот радикальный момент. Говорю вам, друзья, что, конечно, еще не раз у вас, возможно, будет такая радикальная ночь с отцом, когда вы захотите, чтобы жизнь ваша сделала поворот, новую страницу. У меня таких, как я говорю, ночей было несколько, очень заметно поменялась жизнь, имена пришли, новые ангелы, новые сферы влияния, новые финансы, и я знаю, что так будет у вас. Но сегодня, тот день, когда нужен этот крик духа, не обязательно орать, я имею в виду голосом, хотя и это можно. Вот, и я за вас уже молился, так что, однозначно, каждого отец услышал, услышит и еще будет слушать. Прямо у меня была ночь, вот это, на море, я ходил и за вас просил, и отец ответил мне, что буквально затронут будет каждый. Смотрите, друзья, первая молитва, я называю вопль открытого духа, крик открытого духа. ты сделал все для того, чтобы быть в этом состоянии ощущений, что отец тебя слышит. Я предупреждал, я говорю, подойдите к этому уроку в состоянии готовности отвечать, что ты хочешь на вопрос. Посвящение себя, клятвенные связывающие слова, вот эти молитвы, о которых я говорил, они такие радикальные, сжигающие мосты сзади. И так называемая цена. За цену чуть-чуть скажу. Друзья, жертва это не стоимость. Вы должны это понимать. Мне кто-то задал вопрос однажды и сказал, вот с одной стороны ты говоришь, Соломон выдал эту заповедь, что всем имением приобретай мудрость, заплати за нее. В другом видео ты сказал, что наоборот, что все, что за все, что ты заплатил, оно не насыщает. И как будто бы Иисус говорит, берите бесплатно. И отвечаю на этот вопрос, в том и состоит премудрость, что ценника нету, но готовность платить, готовность отдавать за это, это премудрость. Потому что, друзья мои, вот как со своей женой, вот хороший пример это с женой всегда. У жены нету ценника, но ты все время в нее вкладываешь и имеешь с ней счастье. С мудростью точно так же. У мудрости нет цены, ее вообще нельзя купить, но в то же время, потому что мудрость это Иисус, но в то же время Иисус говорит всем имением приобретай мудрость, ты становишься в позицию царственную, которая подобна купцу, она оплатит за хорошую жемчужину, все. И поэтому вопрос не в стоимости, не в том, что это можно купить, а вопрос в готовности отдавать за это, вот как с женой. Она и так твоя, зачем тебе еще тратить на нее, но ты тратишь, ты тратишь, инвестируешь в нее, если ты нормальный мужчина, то для тебя это большая радость, с мудростью точно так же, она твоя, у тебя уже ум Христов, но хорошо, если ты активируешь свое счастье в этом, инвестируя в это, поэтому если ты это делал, молодец. Итак, друзья мои, сейчас я хочу совершить эту короткую молитву, крик он не всеночный, я хочу, чтобы мы сейчас с вами помолились и произнесли важные слова о нашем будущем. Я хочу, чтобы ты сейчас, мой друг, просто закрыл свои глаза, посмотрел на Отца. Аллилуйя! 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 Отец! Скажи Отцу сейчас, просто посмотри на Него, скажи, я здесь, Отец, я здесь. Когда ты говоришь эти слова, Отец, я здесь, ты тут же эхом внутри себя должен слышать его ответ, и я здесь. Бездна бездну призывает голосом водопадов. Ответ Отца, он в этом диалоге очень похож на эхо. Практически то, что ты хочешь услышать в ответ, ты должен сейчас высвобождать из Духа. это мой секрет. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Эхо. Отец сейчас будет отвечать тебе как эхо. давай давай сейчас сначала просто откроем свое желание ему. Скажи Отец, я не хочу быть нищим. Отец, я не хочу быть нищим. Я не хочу быть неудачником. я не хочу быть посмешищем. Я не хочу говорить пустые слова. Я не хочу пустой бесплодной жизни. теперь транслирую это слыша его ответ. Я хочу быть состоятелен и богат. Я хочу быть успешным. Отец, я желаю, чтобы каждый, кто соприкоснется со мной, поднимался. Я хочу, чтобы каждый, кто дотронется до меня, благословлялся. Я хочу, чтобы стези мои очевидно источали помазание. Я хочу, чтобы мой успех был очевиден. Я прямо слышу, как многие из вас, вы сейчас слышите это эхо. Очевиден. И оно идет, как трансляция, пульсация такая. Очевиден. 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 Я хочу быть богат. и ты можешь слышать ответ отца богат, богат, богат. Я хочу быть состоятелем. Отец отвечает тебе состоятелем. Просто как благоволение сейчас эхо его голоса ты можешь слышать. Аллилуйя. 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 Я хочу, чтобы голова моя источала премудрость. Я сейчас вижу, как отца рука сейчас просто ложится на чью-то голову, на твою голову с этими словами премудрость, премудрость, премудрость. отец спасибо тебе. Я чувствую, что сейчас ты можешь еще и еще говорить отцу о своих желаниях. Это очень важно, друзья мои. Сейчас не говорите о планах, не говорите пока о царстве, просто говорите о том, что уже с вами было и чего вы не хотите и чего вы хотите. Чего ты хочешь. пока ты говоришь эти вещи, я хочу тебе сказать, я помню, я кричал, я говорил, я так хочу, отец, чтобы твое благословение на мне, благоволение было видно, видно, чтобы мне не приходилось о нем рассказывать, чтобы люди, которые меня окружают, они благословлялись от меня, чтобы каждый, кто имеет со мной дело, получал что-то в свою жизнь драгоценное. Аллилуйя, отец, я благодарю тебя. Я хочу иметь силу, отец, очевидную силу наделять богатством, высвобождать процветание. каждый, каждый, кто имеет со мной дело, пусть процветает. В силе животворящего духа я хочу даровать тем, кто меня окружает. Аллилуйя, Аллилуйя, еще, еще побудь в этом состоянии, поизливай, поизливай свое сердце, скажи еще, что ты хочешь. Сейчас все можно говорить, сейчас все можно говорить. Я даю тебе этот принцип эхо. Вот как нужно разговаривать с отцом по вопросу, что ты хочешь. Все, что ты хочешь услышать в свой дух, в свой адрес, в свою жизнь, говори так, чтобы отражающее твой голос эхо было тем, что ты хочешь слышать. Вы можете просто даже играться с этим. Я никогда вам этого не рассказывал, но это потрясающе. Вот так голос перекликается бездна с бездной. Ты бездна. Ты дух необъятный. И когда ты что-то говоришь, вот это эхо возвращается тебе назад. Вот это и есть тот принцип. От слов своих оправдаешься и осудишься. Бездна возвращает тебе твои слова. Бездна премудрости Божьей. Поэтому он учит тебя, говорит, сынок, говори то, что хочешь слышать. Отец, я хочу быть богат. И идет такая трансляция. Богат, богат, богат. Я хочу править. И он возвращает тебе твои слова силой. Править. предназначен править. 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 Необычная молитва, правда, друзья? Я вам оставляю это практиковать самим, потому что сам я это делаю постоянно. Но я думаю, это было вам интересно. Запомнили? Вот так снятся все сны. Вот так происходят все видения. Ты запускаешь и получаешь. У тебя есть перетекание с отцом. Представляете, кака у нас власть. Буквально ты можешь заставить отца сказать то, что ты хочешь. Вау! Круто! Пока у вас все это осмысление происходит, давайте двинемся дальше, хотя мне уже стало хорошо. Итак, друзья, поехали дальше. главная власть того, что происходит на утреннем престоле, послушайте меня теперь очень внимательно, это то, что вам нужно буквально положить в свое сердце. Это живет в моем сердце, это постоянно подтверждают мне ходатай, пророки, которые молятся за меня. Эта истина заключается вот в чем. Без этого царствовать просто сложно. Ты должен твердо знать, что любое намерение твоего сердца состоится. Скажи со мной это как в зеркало славы. Опять-таки слыша эхо обратной связи с отцом. Всякое мое намерение состоится. И уже ухо начинает приучаться слышать состоится, состоится, состоится. Что это означает? Намерение в сердце друзья мои это не просто мимолетное желание. Намерение в сердце это как ты взял факт твоего успеха, прямо взял его из духа, положил его в сердце и сказал я буду придерживаться этого факта. Мое намерение состоится. Намерение друзья мои это не просто желание, это даже не просто желание, это цель, намерение. Я решил, вот оно примерно так звучит, Соломон это озвучил в 31 притче, когда говорил за жену такую хозяйственницу, управленку, управленец, жена управленец. Написано, задумает она о поле и приобретает его. Способность задумать проект и реализовать его, это дело царей. Соломон реализовал свои жизни могущественных и шикарных проектов великое множество. Мы потом в других уроках у него поучимся и тоже будем реализовывать наши проекты. Но главное, друзья мои, вот как купец, помните, ищущий хороших жемчужин, вот его поле, это искать, увидеть и приобрести. Помните, он идет на все, чтобы приобрести. Мудрая жена, она что делает? Задумала что-то и приобретает. Это означает, что ты можешь положить намерение в свое сердце и начать инвестировать в него. Не только деньги. Кто-то думает, а жена там задумала о поле и потом она взяла откуда-то деньги у богатого мужа и приобрела. Нет. Знаете, чтобы так делать, не надо ничего задумывать. Задумывают о приобретении. Это когда нету явной вот такой возможности, прямо пошел отстегнул и взял. Тут задумывать тогда нечего. Там написано было захотела и купила. Но задумала это когда не сразу. Это когда ты ставишь себе план. Я куплю это поле. Я этот бизнес реализую. Я его сделаю. Я приобрету. И что начинается? И приобретает. Она берет и начинает туда инвестировать. Так если нету денег. Да инвестировать можно по-разному. задумает о поле. Это как минимум она изучит это поле. Зачем она о нем задумала? Что там на этом поле? Какой с него выход будет? Какие туда средства подтягивать? Как молиться за это поле? Когда люди мне говорят помоли чтобы у меня был бизнес я говорю а вы уже сами сколько молились за этот бизнес? Сколько вы уже ходили кругов вокруг этого поля чтобы оно сдалось вам? Сколько? Поэтому друзья мои задумать и приобрести это силище царя. Вот представьте написано что Бог он взял и задумал нас усыновить там благословить и так далее и он этот проект разрабатывал он создал землю чтобы написано явилась его благодать во всей красе то есть он реализовал этот проект тем более меня удивляет когда нам говорят что эта земля сгорит и то есть божий проект не состоялся да нет но это отдельная тема поэтому положи себе в сердце и запиши себе с этого времени вот это тебе надо исповедовать теперь каждый день мое намерение которое я действительно задумаю у меня будет сила его приобрести она у меня есть потому что сила царя это задумать и реализовать увидеть и сделать увидеть и сделать и это друзья мои это потрясающая жизнь вся моя жизнь например это сплошная реализация проектов я думаю сделаю вот это и сделал сделаю курс созерцательной жизни и сделал сделаю небесную цивилизацию и родил этот проект и на ваших глазах за два года родилась масса проектов масса торжеств масса всяких интересных вещей там откровений то есть когда я хотел насадить ваши головы какое-то откровение которое поможет вам подняться в жизни это же не просто я скажу им это откровение да много кто говорит какие откровения мне нужно было реализация проекта увидеть как это сработает так что спасибо вам друзья мои почему потому что вы дали мне замечательную возможность экспериментировать на вас я шучу друзья мои на самом деле реализовать божьи вещи классные итак давайте сейчас просто возьмем и скажем у меня есть способность вникать в проекты и реализовывать их задумать о поле и увидеть поле и приобрести поле любое намерение которое возникает в моем сердце я смогу его реализовать любое намерение которое возникает в моем сердце я смогу его реализовать это дано мне это неизбежно у меня получается абсолютно все аллилуйя и последнее друзья мои Перед тем, как мы уже погрузимся еще в созерцательную молитву, которая продлится у вас Я хочу вам сказать несколько слов о правлении Мы еще вернемся к этой теме обязательно, потому что она будет связана с многими-многими благословениями Которые должны проявиться в вашей жизни, вот этими, да, через правление Но, что такое правление? Почему Богу так понравилось, что все говорят, что Соломон попросил мудрости, но он попросил мудрости под какую-то цель Вот, друзья мои, нельзя просто сказать, Бог, дай мне мудрость Вот написано, главная мудрость, ну-ка, скинь пару килограмм мудрости на мою голову золотую Давай, она мне пригодится Вот так иногда люди денег просят Дай денег А зачем тебе денег? Ну, как деньги? Деньги всем нужны Ну, вот я бы придумал там себе Нет, нет Деньги, точно как премудрость, они даются под проекты, под цель Если мы говорим об управлении Пример блудного сына явно показывает, что деньги, которые не даются под управление, разрушают человека Разрушают личность Поэтому важно иметь проекты Важно иметь цели Важно иметь здравые вещи И в это утро на престоле я еще буду говорить, каких-то проектов не надо задумывать Есть проекты, которых задумывать не надо Это глупые проекты, реально Вообще утопические, нелепые И смотрите Править народами И Соломон попросил у себя Для себя премудрости, чтобы править Что такое править народом? Воспитанные на советских сказках и на прочих Ну, не только на советских, на разных сказках Люди думают, что править Это командовать, чтобы все делали как тебе хорошо Вот это, я управляю, я им скажу, что им делать Управление, мои друзья, это не сказать, что им делать Внимание Смысл служения и правления Это благоденствие народа Соломон просил мудрости править народом Не так, чтобы они его не свергли Он хотел благоденствия народу И, друзья мои, история показывает Что Соломон добился благоденствия народа Народ процветал Так процветал Он, конечно же, народ организовал Он расставил задачи Но это нормально Вы знаете, что даже Ну, мы из жизни знаем, что руководитель Который дает приказы Самое главное, чтобы увидеть, как они сработали Во благо Все увидели, как фирма начала процветать Люди начали Государство начало процветать Народ в государстве То есть вопрос не в раздаче команд А вопрос в том, что эти приказы Это организация Когда ты организовал народ Привело к тому, что народ начал процветать Именно это имел в виду Соломон Когда просил этой мудрости Еще раз говорю Не мудрости пару килограмм Потому что это звучит так Главное мудрость В Библии написано Хочу мудрость Буду казаться духовным Нет Эту мудрость ты должен употребить Чтобы благоденствие вокруг тебя было Чтобы все, кто с тобой сталкивались Входили в твой круг жизни Начинали процветать Вот это и есть животворящий дух И Соломон, он хотел этой премудрости Не чтобы обогатиться А чтобы народ процветал И вот эта самая концепция Сделала его процветающим Смотрите Соломон кричал Богу одно желание Я хочу править, чтобы народ благоденствовал А ему отец на одно желание Ответил пятью Пять пунктов назвал И это классные пункты Кто-то только заметил Богатство и слава Но там есть То, что, например, для меня дороже Чем богатство и слава Он говорит За то, что ты там не просил То-то-то Даю тебе Мудрое сердце И говорит Вот это то, что для меня Пункт номер два Самый главный Из всего списка Говорит Даю тебе уникальность Разве там такое написано? Да Он говорил Соломону Я сделаю из тебя личность Которой не было Ни до тебя Ни после тебя Такого, как ты Больше не будет Почитайте Он говорит Такого сделаю из тебя Правителя, что Не было до тебя Такого И не будет после тебя Такого И сделал это Вот этого нужно Желать больше всего Твоя жизнь должна быть Настолько уникальной Непохожей на другие Очень особенной Вот это Самое-самое Что я хочу от отца Слышать Но это я Может быть тебе Важнее деньги Потом он ответил Ему То есть Мудрое сердце Уникальность Богатство Слава И долгоденствия Богатство Слава И долгоденствия Все атрибуты Премудрости Но самое главное К чему приводит Премудрость Друзья мои Ты становишься Личностью Действительно Уникальной Бриллиантом Таких как ты Больше нет Вот этого Желай больше всего А все остальное Оно просто По списку И поэтому Когда Последнее Самое главное Теперь мы сейчас Будем молиться И ты должен Ответить на вопрос Чего ты желаешь Утро на престоле Друзья мои Это видеть Себя Получившим Как в зеркале Славы Мы учились До этого Смотрите Соломон После этого Разговора Вышел И праздновал Он не сделал Еще ни одного Поступка Ни почем Еще не увидел Своей премудрости Но вышел И праздновал Это называется Почитание себя То есть Что он Кто-то скажет Не ну подожди Он там с Богом Смотри Бог ему обещал И ты сейчас с Богом Ты в отце И отец в тебе Кто тебе мешает Почитать себя Получившим Соломон Вышел Друзья мои Я вам зачитаю Сейчас Вышел из этого сна Вы в курсе Что эта встреча С Богом Это был сон По сути Созерцание Во сне Ему сон Приснился Третий царств 3.15 И пробудился Соломон И вот Это было Сновидение И там написано Что он пошел Праздновать Соломон Мог усомниться В этом сне Знаете Увидеть сон Это еще Не значит Что ты Стал таким Прямо Смелым И пошел Рубить Младенцев Точно так Как любое Духовное переживание Он мог Подставить Под сомнение Этот сон Поставить Под сомнение Этот сон И сказать Что ну Там что-то Привиделось Нет Он тут же Ухватился За это За это Созерцание Ухватился Он Прямо Вышел И стал Праздновать Он как будто Эту мысль Стал Культивировать Он сделал Угощение То что и вам Нужно будет Сделать Отпраздновал Это Написано Он пошел В Иерусалим Стал перед Ковчегом Завета Господня Принес Все сожжения Совершил Жертву Мирное И сделал Большой Пир Для всех Слуг Своих То есть Он еще Больше Стал укореняться В том Что увидел И ты Когда сейчас Будешь В созерцании Я вам скажу Друзья мои Честно Кто-то думает Вот пусть бы Мне сон приснился Сон Это для Тугодумов Вообще Я это Всегда говорил Сон Это для тех Кто В Ветхом Завете Кто В каком-то Находится В парадигме В каких-то Сложностях Ума Почему написано Что старцы Будут видеть Сновидения Потому что Старца Переубедить Очень в чем-то Сложно Только если Вот прямо Он ему Там Как во время Сна Когда отключен Контроль Приходит Запечатлевает Наставление Бог Но ты Можешь делать Это инициативно Приходить к Отцу И открывать Своё желание Ещё раз Сны Я шучу Друзья мои Но я так шучу Иногда Что сны Это для Тугодумов А для сына Созерцание Мне не нужно Брать и спать В надежде Что когда-то Мне придёт Господь Во сне Я могу Сам к нему Прийти Без всякого Сна Созерцание У Соломона Такой возможности Не было Потому что Он был Личностью Ветхого Завета Более того Более того Соломон Более того Соломон Он был Научен Закону Он не был Научен Желанием Поэтому Ему нужно Было Чтобы Бог К нему Пришёл И спросил Желание Ни одной Личности Ветхого Завета Не приходило В голову Что можно Взять И Богу Свои желания Озвучивать Они Привлекали Его Внимание Они Следовали Закону Соломон Был научен Закону По велениям Он должен был Исполнять Что-то Для царя Была целая Инструкция Как царствовать И вдруг К нему Отец Приходит И говорит Чего ты Хочешь Что тебе Дать И Это должен Быть Инициативный Вопрос Бога Чего тебе Дать В Новом Завете Все по-другому Нам говорят Открывайте Своё желание Перед Богом С Благодарением Это означает Что тебе не надо Ждать Что Бог Придет Тебя Во сне Спросит Ты уже Имеешь Этот вопрос По умолчанию В Ветхом Завете Это было Уникально Ему Говорили Чего ты Хочешь И мы Читаем Бог Пришел Соломон И спросил Я бы Не продешевил Павел Тебе Говорит Что ты можешь Свои желания Озвучивать Перед Богом Сколько хочешь С благодарением Вот этот момент Настал Тебе не надо Ждать Ни сна Ничего Берешь И говоришь Закрываешь Глаза Входишь В созерцание Видишь Отца Отец Я вижу Тебя Не умничаешь Соломон Не умничал Когда с отцом Поговорил Он все Не умничал Он праздновать Стал И говоришь Ему Чего ты хочешь Сам По своей Инициативе Еще раз Говорю Соломона Соломона Не учили Что Богу Можно Желание Рассказывать Его учили Соблюдать Закон Соломона Учили Соблюдать Закон А тебя Учат Рассказывать Богу Желание Религия Движется В приказах Дух Движется В желаниях Поэтому Когда ты Последняя Друзья Вот Последняя Можно сказать Фраза Перед этой Молитвой Послушайте Если у тебя Нет никакого Желания Внутри Вот на этом Курсе Даже Вот ты Задействован Если у тебя Нету Желания Внутри Кроме Господи Дай Денег Это Сложно Если у тебя Нет Представления О твоем Призвании Мне часто Говорят Вот как Своё Призвание Определить Ну как Соломон Определил Своё Призвание Он был Рожден Это Первое А вторых Он что-то Желал Если у тебя Нет внутри Желаний Друзья Мои Никакой Курс Тебе Не Поможет Когда Я Искал И Проходил Свой Гаваон Свою Ночь Друзья Мои У меня Уже Было Страстное Желание Я Знал Чего Я Хочу Выглядело Это Может Быть Нелепо Неправильно Корыстно Но У тебя Должно Быть Желание Бог Не Будет Тебе Говорить Что Тебе Делать У тебя Должно Быть Желание Желание Скажи Желание И Поэтому Эта Ночь Это Не О Приказе Это О Желании Послушайте К Соломону Бог Пришел И Не Сказал Тебе Надо Вот Сделать Это И Это Тебе Надо То И То И То Он Спросил У Него Поэтому Этот Случай Является Уникальным Он Спросил У Него Этот Случай Поскольку Соломон Это Сын Давидов Показывает Нам Новую Эпоху Воплощения И Реализации Наших Проектов Он Говорит Важнее Всего В Твоем Проекте В Твоем Царстве Это То Что Ты Хочешь Когда Бог Избрал Давида Друзья Мои Он Не Говорил С ним О Желаниях Он Сказал Иди Сделай То Сделай Это И Давид Все Ремя Спрашивал У Бога Что Он Хочет Все Ремя Он Говорит Исполнит Мои Желания Вот Царство Давида Он Говорит Давид Исполнит Мои Желания И Поэтому Все Ориентируются На Давида Но Мы Живем Царство Мирное Конечно Хорошо Исполнять Желания Отца И Угадывать Даже Это Круто Но Здесь Есть В Царстве Мирном Еще Один Закон Он Говорит Открывай Своё Желание Со Мной Открывай Своё Желание Если Ты Ничего Не Желаешь Я Не Знаю Чем Тебе Помочь Поэтому Вот так Друзья Мои Сейчас Нужно Сказать Одно Желание Ну Знаешь Желание Одно Не Список К спискам Мы Вернемся Позже Когда Уже Будем У нас Уже Ну Вот Уже Сидим На Престоле Пишем Планы Там Будет Много Желания Сейчас Нужно Одно Нужно Не Продешевить И Нужно Это Отпраздновать Видеть Себя Личностью Чьи Намерения Исполняются Желания Исполняются Он Исполнит Твое Желание Твое Намерение Ты Пойдешь И Ничего Невозможного Для тебя Не будет Итак Ты Готов Я Уверен Что Ты Готов Сейчас Просто Когда Мы Будем Идти Сейчас И Стоять Перед Лицом Отца Общаться С ним Ты Должен Осознавать Что ты Один Ты Один Уже Можешь Начинать Это Делать Принеси Своё Желание Максимально Откройся Открой Свой Дух И Скажи Отец Прежде Моего Прошения Ты Знаешь Что Внутри Меня Я Прошу Тебя Мой Друг Чтобы Ты Сейчас Не Умничал Пожалуйста Не Проси Мира Во Всем Мире Не Строй Себя Жертву Прося За Каких-то Родственников Мне Ничего Не Надо Нет Если Тебе Ничего Не Надо Выходи Из Этой Молитвы Пожалуйста Точно Так Как Невозможно Просить Для Кого-то Помазания Не Будучи Помазанным Тебе Сейчас Нужно Поговорить О Своих Желаниях Состояться Поэтому Открой Вот То Что Тебе Кажется Вот Из-за Этого Я Состоюсь И Открой Своё Желание Принеси И Скажи Его Силой Скажи Я Хочу Вот Это Я Уже Прямо Вижу Как Некоторые Ну Вы Конкретно Пришли Со Своими Желаниями Сейчас Друзья Мои Не Продешевите Отец Я Благодарю Тебя Что Ты Прежде Моего Прошения Знаешь О Моих Желаниях Я Сюда Пришел Отец Я Сюда Пришел Для Того Чтобы Открыть Тебе Своё Желание С Благодарением Давайте Сейчас Я Поведу Вас Поведу Тебя Мой Друг Прямо Сейчас Взгляни В лицо Отца Просто Посмотри На него Возведи Очи И скажи Отец Я Вижу Тебя Отец Я Слышу Тебя Я Я Здесь Скажи Я Здесь Придай Придай Сейчас Этому Ощущению Что Он Полностью Захватывает Тебя Полностью 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 Ты В Нем Он Слышит Тебя Удары Твоего Сердца Обозревает Твою Жизнь Твой Круг Жизни Твои Обстоятельства Он В курсе Во власти Всеведения И Теперь Ты Можешь Просто Побыть В этом Сейчас Буквально Через Несколько Мгновений Ты Уже Будешь Говорить Ему Еще И Еще И Когда Ты Будешь Говорить Это Желание Тоже Действуй По Принципу Эхо Чтобы Ты Слышал Чтобы Ты Ощущал Что Намерение Твое Приобрести Поле Приобрести Проект Приобрести Видение Реализовать Его Материализовать Его Это В твоей Власти Отец Я Благодарю Тебя Отец Я Благодарю Тебя Что Ты Здесь Что Ты Слышишь Меня Я Сейчас Вижу Это Как Дружескую Беседу В Прекрасном Месте Это Не Какой То Тронный Зал Это Больше Похоже На Полет Когда Отец Тебе Показывает Богатство Царство Показывает Тебе Возможности Могущество Момент Осознания Своих Безграничных Бескрайних Возможностей Конкретной Концентрации Ума Видеть В Ничтожном Драгоценное Видеть Эти Ходы Видеть Эти Сердца Мысли Людей Он Открывает Тебе Почувствуй Сейчас Как отец Он просто Показывает Тебе Как бизнес Своему Сыну Как Дело В котором Вы вместе Участвуете Сотрудничаете Отец Отец Я благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя Погружайся Еще 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 Ты Вынесешь Из этого Общения Праздник Уверенность Уверенность Выйди Из этой Молитвы Молитва Не выйдет Из тебя Утро На престоле Будет Чудесным Утро На престоле Будет Созерцательным Ты будешь Видеть Огромные Возможности Самое Главное Что в тебе Будет Это Уверенность Скажи Во мне Есть Это Уверенность Задумывать И приобретать Уверенность В исполнении Намерений И я могу Реализовывать Все Что пожелаю И я могу Это делать Спасибо Тебе Отец Спасибо Тебе Отец Осознавая Все эти Безграничные Возможности Я открываю Тебе Своё Желание Я сейчас Вижу Такой Образ Как будто Ты распаковываешь Какую-то Коробку Ты принёс Её сюда Ты годами Носил Её Иногда Ты не знал Что ты хочешь Но теперь Тебе кажется Что ты знаешь Что ты хочешь И в простоте Просто С благодарением Открой Эту коробку Там Твоё Желание Одно Единственное Самое Главное Потом Из него Вытекут Многие Планы Проект Но сегодня Одно Скажи Это Теперь Отец Больше всего Просимого Я хочу Это Я желаю Этого Я чувствую Что я не могу До конца Переживать Счастье Если у меня Не будет Этого Я благодарю Тебя Что ты знаешь Меня И моё Намерение Оно Исполнится Моё Желание Воплотиться Сегодня В этом Славном Месте И состояние Твоего Присутствия Отец Я благодарю Тебя Что ты Берёшь Это И Преломляешь Ты Всегда Делаешь Несравненно Больше О чём Я Помышляю Соломон Просил Одно Ты Назвал Пять Пунктов Уникальность Богатство Славу Известность Разум Я Благодарю Тебя Что ты Также Через моё Желание Преломляя Дашь Несравненно Больше Это Славное Время Расширение Моего Владычества Это Утро На Престоле Повторяй За мной Мой Друг Говори Все Эти Слова Это Расширение Моего Владычества На Престоле Теперь Я Имею Власть Быть Смелым Ощущение Что Я Могу Поступать Так Как Не Поступал Раньше Поступать Уникально Приобретая Авторитет Являя Новое Имя Благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя Побудь Сейчас В этом Потоке Теперь Я Хочу Помолиться За Тебя Мой Друг Сейчас Тебе Просто Нужно Поднять Свои Руки И Принимать Трансляцию С Престола Отец Отец Я Благодарю Тебя Высвобождаю Дух Премудрости И Откровения Высвобождаю На моего Друга Сейчас Дух Премудрости И Откровения На Его Разум Это Я Тебе Мой Друг А Тебе Мой Друг Высвобождаю На Тебя Дух Премудрости Откровения Отец Я Хочу Чтобы Он Знал На Что Ему Надеяться В Своем Избрании На Что Он Может Рассчитывать Как Ими Ресурсами Пользоваться Как Задействовать Могущество Сокрытое В Нем В Его Разуме В Его Духе Я Высвобождаю Это Помазание И Я Говорю Утро На Престоле Начинается Утро Правления Расширяется Все Происходит Все Реализуется Это Новое Время Я Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя И Дорогие Друзья Вам Нужно Продолжать Эту Молитву Вам Нужно Знаете Найти Время Побыть В этом Состоянии Побыть В этом Потоке Ваше Утро На Престоле Уже Началось Я Поздравляю Вас И Когда Вы Сами Примите Решение В какой-то Момент Когда Вы Почувствуете Когда Вы Поймете Когда Вы Согласитесь С тем Что Вы Услышаны Вам Нужно Сделать Праздник Это Не обязательно Нам Делать Всем Вместе Пускай Это Будет Твое Личное Что Тебе Нужно Сделать Тебе Нужно Отметить Своё Утро На Престоле Знаете Соломон Был Помазан Раньше Он И так Сидел На Престоле Но Это Было Совершенно Другое Это Было Состояние Когда На Престоле Сидело Уже Его Сознание А не Только Тело То есть Не Только По Природе Но В Своем Разуме Это Абсолютно Уверенность В Новых Возможностях Знаете Об Этом Состоянии Говорят Так Теперь Делай Что Может Рука Твоя Все Будет Содействовать Тебе Ты Увидишь Задумаешь О поле И приобретешь Его У тебя Начнут Появляться Проекты У тебя Начнут Появляться Сложные Ситуации Которые Ты Уже Будешь Рассматривать Как Сопутствующее Явление Для твоей Славы Итак Дорогие Друзья Побудьте В этом Состоянии Утро На Престоле Мы Встретимся На Следующем Уроке И Начнем Что Называется Царствовать Начнем Производить Вот эти Начатки Нашего Нового Правления У нас Напоминаю Начался Новый Блог Утро На Престоле Итак До Следующей Встречи Друзья Мои Хорошей Вам Плодотворной Созерцательной Молитвы Обязательно Отметьте Это С праздником И Напишите Свои Свидетельства Что У вас Происходит До Встречи Мы Нищи И Многих Обогащаем Это Наша Власть Мы Нищими Себя Называем Не потому Что У нас Ничего Нет А потому Что Мы Сделали Дистанцию Мы Отрешились Мы Сказали Да Это Все Ерунда Управление Номер Один Ты Поставлен На Управление Поставлен Как Сын На Который Поставили Печать На Лбу Раздавать Хлеб Жизни Это Сын Который Не Говорит Дай Мне Козленка Сын Который Раздает Этих Козлят Назначает Урочное Служанкам Меру Хлеба Выделяет Мне Не Нужен Миллион Долларов Мне Нужен Миллион Возможностей Процветание Не Здесь Процветание Здесь Я Хочу Чтобы Ты Знал Единственная Цель У Отца В Твоем Процветании Я Вить Избрание О Прораб В Эх Вс筈 В В В В В В В В